Итак, привет, с вами ТопГ, мы продолжаем играть за Германию. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно, ребят, подпишитесь. И мы же сейчас будем развивать Тройственный Союз, только Тройственный Союз здесь выглядит немножко по-другому. Поехали. Регнил, здесь немножко нас только будут тонкие действовать. Добьем все-таки именно запад-запад прям. Решение, также делаем морскую инфраструктуру и немножко берем скидки на флот. Это все полезно. Плюс сейчас у нас производительность должна вырасти. 105 производительность верфи, господи. Да, наш флот, конечно, суперприятный. И уже начинает работать по вражескому флоту, что тоже суперприятно. Ух! Это прям, я бы сказал, солидная встреча. Но для нас она прекрасна, а для наших противников фатальна. И, кстати говоря, мы на подлодке согрелись, и к нам еще дополнительные силы какие-то вражеские пришли. В итоге мы потопили еще больше, господи, их кораблей. Я еще и на подключить поставил флот. У нас уже организация падает, смотрите, на авианосцах, но мы продолжаем воевать и продолжаем топить вражеские корабли. И знаете, пока нет действий у нас никаких в Норвегии, вот сюда отправим нашу армию эту и покончим с выстками, микровыстками. Они смешные, но все еще могут быть неприятные. Поэтому стоит, конечно же, от них полностью избавиться. А еще у нас уже 100 стабильности, и это дает нам возможность, наконец, сделать последнюю ячейку. Только нужно пары больше 100. А, я понял. У нас слишком много на торговлю уходит. В основном, потому что мы покупаем сейчас просто миллион нефти. Окей, надо будет, значит, к нажатию, к 250 политке, немножко торговлю сбавить. И Франция полностью теперь капитулировала. Остается лишь, как говорится, добить выживших. Наш флот временно, я думаю, поставим на починку. Пускай восстановится он полностью. После чего вернется в бой. Потопили мы очень много, и потопим, я думаю, еще больше. И на штанге вот эта вот группа армии идет на запад Италии. Кстати, здесь дается нам ТНП, а нам бы не повышать ТНП. Так что, наверное, это мы не будем брать. Давайте пойдем поразвиваем тогда наши марионетки, наконец. Начнем, пожалуй, с чего? Сморобка. В принципе, наверное, да. Начинается штурм альпийских укреплений. В принципе, Швейцария, Северная Италия. Ну и пока вроде как успешно. А вот и Швейцарская конфедерация все. Это должно слабить неплохо эти территории, потому что у швейцарцев здесь были бафы на корках, а у остальных не должны быть. У нас еще не хватает немножко конвоев, но я начал их строить. Ситуация должна стать получше. А еще подходит наша переработка нефти, и тоже должно стать намного лучше теперь. Но мы на этом не останавливаемся, и идем сразу, наверное, дальше. Но начнем без опережения с синтетики и топлива, производимого на наших перерабатывающих заводах. А вот и Французская Северная Африка капнула. Здесь ребята тоже нами, можно сказать, подбивались. Остается совсем чуть-чуть в Африке. Мы здесь будем пушить и параллельно пытаться здесь. Я также здесь подстраиваю пункты снабжения. В основном они по рекам снабжаются. Но где-то, конечно, придется и подстроить ЖД. А вот мы уже и в Риме. Прекрасно. Наши войска не останавливают наш натиск. Свой натиск, я бы сказал. А вот и, наконец, ячейка. Да, конечно, пришлось ее подождать. Стабильности в Германии маловато. Лот наш полностью починился, и теперь выходит обратно на рейд. Единственное, есть нюанс. Как вы можете видеть, подлодки все наши мертвы. Соответственно, мы что делаем? Наверное, как-то вот так. Застраиваем все, что здесь есть. И потом будем полностью фокусироваться только на подлодках. Потому что море мы и так победили. Осталось теперь победить вражеские морские пути. Нарока полностью развили мы. Можно подумать... Ну ладно, ее-то, наверное, нет. Что ж, давайте тогда вот этих ребят поддержим всех. Делаем также новые приказы на фельдов здесь вот. Как-то вот так, наверное, я хочу сделать фронт. Давайте вот так. И этот идет, соответственно, вот сюда. Только давайте, наверное, сделаем без армии. Как-то вот так. Анкеры, куда мы отправим? Я вижу, вот здесь вот у нас есть хороший участок для прорыва. Там тоже, в принципе, неплохой участок для прорыва. Да, наверное, я бы на север их отправил. Давайте сюда. Здесь нет у них укреплений. Небольшие сначала не очень удобные территории, но потом просто свобода. Поэтому вот так. И у нас еще имеются гранд-стрелки, которые, пожалуй, пускай добивают Альпы потом. Сейчас перегруппируемся. Немцы, точнее австрийцы, решили под этот момент контратаковать. Но это им удача с этим. А мы после перегруппировки начнем наступление. А, еще мне немножко доело, что мои конвои топят, поэтому я решил взять и использовать здесь немножко авиации. Сделал себе специально морские бомбардировщики, и теперь мы ими будем работать в Ла-Манше. Выбим, так, Испанию, конечно, предпримем. По вражеским подлодкам. Подлодки все это должно выбить достаточно быстро, особенно учитывая то, что мы прям неплохо их так настроили. И по лобной, кстати говоря, тоже сюда можно деплойить. В общем, нормально пойдет. И начинаем наступление. Заодно я заметил, что у нас в Италии здесь небольшие приколы. Но это мелочь, как говорится, жизни. Такое можем мы уже в наш момент игнорировать. И, да, приказ отдается везде. Я, наверное, новую дивизию обучения отменяю, чтобы все резервы шли на текущие дивизии. И сейчас метр за метром мы сломаем Австрийскую империю. О, и мы почти потопили очередную часть британского флота. Причем в этот раз даже такую, не маленькую, я бы сказал. Наша авиация, конечно, в этом тоже играла роль. Хотя мы бы и без нее, скорее всего, вот это все потопили. Там еще не только британцы были. И, да, и сразу же еще одна битва. Или это, ладно, это было странно, но нет, битвы нет. Можем, кстати говоря, сходить починиться по-быстрому. Достаточно, да, быстро мы сможем это сделать. Это стоит сделать. И что я могу сказать вам? Австрия капитулировала. Наши действия там успешные, здесь успешные. Также мы успешно задушили подлодочки. Раскидали мы здесь наши марбобры. Может, не только подлодки, скорее всего, еще какие-то корабли. И Британия тоже теперь открыта для наших вторжений. Ну, плюс-минус, конечно, все еще есть небольшой риск. Но, как правило, против ИШК этот риск действительно такой супер-минимальный. Но мы все еще в войне из-за Италии. Окей. Значит, следующая наша цель это Италия. Хотя мы ее сейчас как раз и добьем. Только тут у нас в прошлый раз сломался фронт. Так что надо чуть более аккуратно за этим всем следить. А еще вот здесь вот ребята у нас тоже решили остановиться. Давайте им, скажем, не занимайтесь такой фигней. Здесь все еще, так сказать, без перемен, потому что, ну, наступать в Африке это смышествие. Сразу же мы готовим какие-то фронты против России и, в принципе, союзников. Италию мы сейчас добьем и нужно будет параллельно готовить выставку в саму Британию. Да, флот мертвый. Еще что-то пытаются. Да, ну, просто моментально мы их вайпаем там. Либо они так быстро цевают, но поощрение это именно вайп. А вот и вайп французской вот этой вот страны и ее союзничков. Хотя я не очень уверен, кто именно, так сказать, этот союз начал. Но поощрение мы именно французы. Поощрение вообще там идет ивент о союзе с Россией. И если Россия отказывается, видимо, в Франции идет какой-то вот такой вот союз. Можем стереотворить пограничные конфликты с Югославией и с Россией. Давайте сделаем. Пока они не сделали с нами. Может, они, скорее всего, сделают. Я также мог захватить еще флот, но я этого решил не делать. Здесь германскую Италию сделали, маринетку. Территорию в идеале бы, конечно, попередавать всем Италия Африке. А Колумбия хотят... Да, присоединяйтесь, пускай. Хотя у нас здесь, конечно, я вижу, есть некоторые проблемы, скажем так. В войне вот здесь. Нужно им обязательно помочь. Давайте, наверное, вот эту вот... Точнее, вот эту вот армию из Африки перебросим в Бразилию. Пускай они попробуют помочь. Соперник унижен. Прекрасно. И ребята, да, остались лояльны к нам. Прекрасно. Тоже Китай к нам теперь присоединяется. Единственное... Хотя нет, слушайте, я думал, будет, может, проблемно ему защищаться от России. Но тут достаточно сильная промышленность. Мы еще очень жестко у них ресурсы закупаем. Так что я думаю, да. Должны составить хорошую конкуренцию России на Дальнем Востоке в Азии. Так что да, давайте, конечно, сделаем эти фокусы. Дадим им еще больше бафов. И потом нам баф. Кстати говоря, это уже очень сильно дадут. Это приятно. И что, это финальное сражение, что ли, с флотом британским? Как будто, хотя мне кажется, что это все еще останется. Да, но мы просто зараживаем все, что только можем. Да, чуть еще осталось. Но это чуть-чуть, это ничего. И давайте что? Татья армии мы переведем сюда, по возможности. Вроде все могут. Здесь ребята устаются, как остаются. А чем можно начать гармонизировать здесь кучу территорий? Я думаю, именно это мы и будем делать. О, и Греция начинает войну с союзниками. То есть Греция, которая с Америкой. Вот это вот, помните, за Россию у нас в Византии, зачем-то в Америку пошла в союз с Америкой. А в этот раз Греция. Реально, ну а зачем? Как бы ни одного союзника рядом, и только в войну вступаешь со всеми ребятами вокруг. Ищем этим американцам кто-то хочется. Кого-то хочется к себе переманить. И готовим вторжение в Британию. Как говорится, пора этот фарс заканчивать. А тут еще и, смотрите, испанцы взяли и решили остров Мэн взять. Забавно. Почему нет? И да, решил я не делать этот пограничный конфликт. Точнее, даже, не знаю, скорее забыл. И в итоге они сами сделали, о чем я и говорил. Что надо первым бить. Ну, тут благо наш пехот уже настолько сильный, что не в жизни. Ну и что, давайте попробуем. Можем отскочить, потому что я танками высаживаюсь. А можем успешно доехать. Сейчас и увидим. Ну, самое главное, конечно, хоть какие-то провинции выбить. Да, как видите, есть очень большие проблемы танками высаживаться. Но авиация решает проблемы. Плюс, там где нету никаких войск, без дебафов на выстку, наши войска просто в молоко разбивают вражеские. Тут, конечно, да, без шансов. А еще, считайте, мы сейчас окружим, да, все эти дивизии. Вот, прелесть. Ну и вперед, захватывать Британию. Там еще и испанцы высадились параллельно с нами, но это уже так. И вот он, китайский и германский договор о дружбе. Прелесть. Их берем мы в Лондон. Там, кстати говоря, в Японии частичный кап. Это из-за чего это? Странный вопрос, кстати говоря, в Японии. Видите, немножко капа есть. Тут действительно очень странно. Из-за Кореи, видимо. Да, Китай. О, Китай сейчас нам будет тут войну тащить. Поехали. Вот и кап. Прекрасно. А сейчас у нас здесь кто? Япония, Индия, Австралазия. Не так много на самом деле. Но я думаю, пора заниматься чем? Либо выставками, либо Россией. И я думаю, стоит начать наше приготовление к России. А еще можно поставить тяжелые огнеметные танки в нашей пехотной дивизии. Это будет с сумасшествием. Но... Ну а почему нет? Почему бы и нет? Ой, замечательный способ положить конец войне. Тоже давайте их подисследуем, конечно же. В первую очередь, наверное, вот эти две техи возьмем под бафами. А там дальше пойдем и в ядерные технологии. А еще отправим вот сюда вот, в Бразилию, авиацию. Ребята тут занимаются ими сами. Боюют тоже сами. Мы лишь даем им ресурс на все это. И я думаю, они смогут победить. А у нас третья пехотка. И давайте проверим, насколько сильная наша третья пехотка под бафами. Она дает нам плюс 55 статов. Атаки. Сотку защиты и 15 прорыва. Это я понимаю. Great. А еще я посмотрел, что у нас здесь вроде есть шансы пробиться. И поэтому давайте попробуем. Ну и, конечно, настраиваем мы наши танки. Потому что, ну а что нам еще строить? У нас, объективно говоря, уже все, что есть, есть, как говорится. Все, что может быть. Только на механ полный переходить. Но это супер жестко ударит нам по топливу и по снабжению обычному. Подождите-ка, сейчас что? Будет война между Канадой и Америкой? Это забавное развитие событий. И что, время сбить, сынок, русского гиганта, я думаю? Еще давайте достроим третью танку в армию, так и быть. Хотя у нас уже и две эти будет более чем достаточно. Зато здесь просто космические. Но пускай будет. Такое ощущение, что за Афганистан, а теперь и Пакистан можно поиграть. Но, наверное, нет. Хотя тут, да, что-то как будто есть. Но не думаю, что это будет сильно интересно. Хотя, может, когда-нибудь. Смотрите, испанцы высадились в Норвегию. Вообще, я подумал про наш флот. Я подумал, что тут помочь, наверное, уже в Южной Америке. Ребятам по этому флот наш, я думаю. Переправляем вот отсюда. В крайней мере, подлодки точно. Ну и, я думаю, основной тоже, чтобы прикрывать подлодки. Переправляем вот сюда. И начинаем. Ладно, здесь мы не сможем проплыть. Но вот так, я думаю, вполне себе. Мы воюем, получается, с этими ребятами. Конечно, хотелось бы, в идеале, здесь тоже их подушить. Но не уверен. Насчет этого нам для этого надо взять Панаму. А Панама в Америке, к сожалению. Так что, как есть пока. Здесь проплыть подлодки, да, не могут. Только если оплывать. И вот у нас эскалация на востоке Европы. Скоро начнется. Ну и что, по ощущениям мы уже готовы. Давайте здесь остановим тренировки. Здесь остановим тренировки. Начинаем. Давайте приказываем о наступлении. Сейчас все наберут организацию. И мы столкнемся с этим русским медведем. Так что, поехали. И сразу все у нас успешно. Генералу я авиацию поразовал, поэтому пускай контролят. Не ленится. Здесь тоже ребята должны потихоньку вступать в войны. Хотя, видите, не все спешат. Ну вот и попризывали, да. Везде все зеленое. Наступление спешно. Ну еще бы. Гневатные танки повыдувал тяжелые. Там еще испанцы пытаются на рынке взять. И, кстати, когда-нибудь возьмут. А здесь наш флот прибыл и начинает жестко кошмарить. Так, давайте еще бебы. Да, вот, теперь другое дело. Начинаем. Мы теперь кошмарить еще здесь море. Отлично. Смотрите, как много. Ой, как красиво. Невероятно. Мы душим сейчас наших противников по конвоям. Сейчас все здесь должно начинать потихоньку умирать. Наша армия здесь продолжает продвигаться, что нам приятно. Южная Америка будет спасена. Здесь в Турции все прекрасно. Турция захватывается. Югославия, Белгород уже давно пал. Лишь осколочки еще держатся, но скоро тоже будут капнуты. Здесь сопротивление, можно сказать, подавлено. Потому что дальше мы просто захватываем тайлы. Россия уже не в состоянии обороняться против нас. Видимо, они очень много потратили на войны до этого с Австрией. И потом еще и с Грецией. А вот и как в Югославии. Отличные действительно новости. И у нас все настолько неплохо, что я решаю, что нам стоит сделать второго адмирала. Для подвода, который будет действовать где-то здесь. И потом, возможно, и под Японией. А здесь же, да. Просто безостановочное наступление. Действительно, не хватает у России. Хотя там 300 дивизий. Ладно, я предполагаю, где их дивизия. Да, они все это время воевали же здесь. Все говорят, с Китаем они не воюют. Ну, ладно. Нас, в принципе, это даже устроит. Мне потому что хотелось бы, чтобы Китай прослежал здесь дивизии. Ну да, видите, здесь дивизии у России тоже. Здесь. Еще, наверное, здесь. С Грецией они до этого воевали. В Югославии были дивизии. Вот и как-то они очень странно в итоге распределены. Ой, Швеция наконец вступила в войну. И теперь начинает пушить. Прекрасно. И даже в Африке у нас наконец-таки идет успешное наступление. Мы могли их пропушить дальше Конго. Хотя там, конечно, немножко все подглохло. Но рано или поздно допушим. А вот и Петербург. Победа. Их врагов. Получается, врагов России. Но у нас-то наоборот все хорошо. Мы просто пушим. На самом деле, просто теперь мы ждем, пока достаточно все захватываем. Запротивления реально нету. Можно уже планировать высадку, я полагаю, в Японию или в Индию. Наверное, все-таки как-то сначала нам нужно забрать Индию. Хотя, если мы доедем до Китая, а мы, в принципе, можем доехать до Китая, то нам и до Японии там добраться несложно. Более того, китайцы сами начали высадку. А, но здесь можно земле пройти. Тогда логично. Тогда нам даже проще будет сейчас допушить Россию. Потом здесь допушить Японию. Но здесь уже останется что-то подобивать. Хотя, мне кажется, Канада и Австралия по классике станут великими державами. Но если нет, то на этом и закончится наша война с этими ребятами. Ну и что, товарищи, давайте уже в следующей серии мы добьем Россию, Индию и Японию. Это, скорее всего, будет все примерно одновременно происходить. Правильно с тем, как мы здесь пушим. Но потом посмотрим. Возможно, нам убьет войну Америка. Либо мы и посмотрим, как там что будет. Так что, с вами был Дубгай. Обязательно, ребят, подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твижки, скрутбуси. Все как обычно. До скорых встреч. Всем пока.